Всем привет! Я особо за новостями в России не слежу. Честно говорю, как бы телевидения у меня нет, но я так периодически захожу на Facebook посмотреть, что люди шерят, что люди постят. И, к моему большому сожалению, я очень часто вижу репортажи, где россияне говорят о том, как они мечтают, чтобы они вернулись в СССР. Никуда угодно, не в хорошую жизнь, а именно в СССР. В основном все вот эти разговоры и интервью сходятся к одному мнению, что плюсы СССР были в том, что СССР боялись. Вот это единственная основная идеология, потому что когда людей спрашивают, когда ты начинаешь анализировать, что они говорят, о чем они говорят, конкретно ничего нету. Нас боялись. Значит, во-первых, кто нам говорил, что нас боялись? Наше же лживое правительство, СССРовское правительство. Мы не получили эту информацию извне. Нам правительство, которое лгало на протяжении 70 лет, и нынешние их преемники, которые полностью все, что можно было наврать, наврали, почему-то им всегда верили. Ну, сейчас особенно народ. Причем некоторые, которые об этом говорят, это народ, который далеко не старый, который, по идее, еще это самое, не перепил боярышника. Как это происходит, я не понимаю. Значит, вернуться в СССР физически невозможно. Я не вижу, как можно вернуться в состояние примерно Северной Кореи. Для этого нужно, то самое, отключить интернет, телефон, избавиться от всех технологий, которые существуют, начиная с телевизора, заканчивая айфоном, холодильниками, электрическими чайниками, все, что с этим связано. И получить такую бешеную амнезию, чтобы попробовать забыть вообще, что хорошая жизнь существует, что качественный сервис существует, ну, я не могу представить, как это возможно, поэтому это не вопрос. Теперь, нас боялись, нас боялись благодаря нашей военной мощи. Тоже сказка про белого бычка. Значит, по определению, по определению, в СССР и в России впоследствии не может быть сильной армии. Почему? Самое простое. В верхушку шли не самые умные, не самые способные, а самые лояльные, которым можно было доверять. Если мы посмотрим даже фотографии, начиная там времен Сталина, Сталин, своих камрадов, с которыми он начинал карьеру, которые еще что-то там когда-то понимали, вот, они все расстреляны, они все убиты. Все, хоть кто-то, кто что-то соображал, в конце заканчивали пулей в лоб, т.д. ПТП, постоянно, на протяжении последних 100 лет. Сейчас меньше генералов умирает, хотя по статистике количество случайных смертей в России, в Российской Федерации за последние, так, лет 15, грубо говоря, с появлением Путина на посту, больше, чем во всем мире вместе взятом, количество высоких чинов. То есть, люди, у которых хоть какой-то был опыт, может быть, не самый лучший, не могли его передать полноценно следующему поколению. Когда голова тупая, руки уж, как бы, делать ничего не смогут. Теперь, советская армия, мощная, могучая, и вот эта вся империя, эта мысль, вот эта мечта. Значит, грубо говоря, сразу же, начиная со Второй мировой войны, и все, что мы начали делать, это мы начали накапливать оружие. Накапливали мы его не очень разумно, мы его делали, грубо говоря, как панцирь такой, да. Каждый квартал мы добавляли еще миллиметр стали, еще миллиметр брони, еще миллиметр брони. На Западе все технологии военные превратились в общедоступные, и продавались, и продаются на рынке. Интернет, это самое, GPS, суперкомпьютеры, суперсплавы, все вот это вот перешло в повседневную жизнь. Из советских, СССРовских, российских технологий собственный трактор нормально не могут сделать, хотя когда-то делали и гусеницы, и моторы, и корпус какой-то был, но большинство техники все равно заграничны. Теперь, да, с 46-го года самая такая плюс-минус серьезная война, в которой СССР решил себя показать, это афганская война. Мы на чужую землю с самолетами, с вертолетами, с ракетами, с танками, с космическими технологиями, которые у нас были на то время, пришли, и мы ушли оттуда с поджатым хвостом. 33 года мы копилили и собирали оружие на чужой земле, без страха к своим жителям. Нам не нужно было защищать каждую улицу, нам не нужно было защищать каждый дом. Мы там бомбили и убивали, поубивали больше миллиона человек. Но мы не выиграли войну. Запад над нами посмеялся. Причем против кого мы изначально воевали? Против каких-то бородатых дядек в пещерах с винтовками? С нами изначально не воевали и армии. 33 года мы копили оружие, не то что как лохи, как щенки слепые мы там проиграли. Да, сопоставление жертв, как бы оно небольшое, но это не потому, что мы убили там миллион террористов, воюющих против нас, хотя это не наше собачье дело было там вообще изначально. Были всего лишь сотни тысяч, и того меньше. Но мы поубивали там кучу народу. Это наше достояние. При этом сразу же после этого, ну там, за короткое время совок полностью развалился. Нам предъявили санкции, и 300 миллионов населения со всеми ресурсами, с бешеной территорией не смогло себя накормить. Очень-очень скоро. Да, мы, как бы, какая стратегия? Какая империя? Кто нас боялся? Нам предъявили санкции, и мы лопнули как презерватив. Причем не самого лучшего качества. И самое смешное, что сейчас, это та же самая история. Почему мы слабы? Почему, как бы, мы неадекватны? Почему мы выглядим смешно? Потому что, когда Запад нам предъявляет санкции, все, что мы можем в ответ сделать, это раздавить трех гусей, мертвых гусей трактором. Даже не живых. Мы, Западу, ничего не можем противопоставить. Они не пользуются нашими банками, не пользуются нашей валютой, нашими технологиями. Ничем не пользуются. Нас заменить любое государство, любое государство может в течение полугода. Все наши плюсы, все, все, что у нас есть. Нефть, газ, продукты. Какие продукты? Мы закупаем морковку у Израиля. Морковку? Там ее делают в пустыне без воды. У нас есть вода и чернозем, мы не можем себя прокормить морковкой. Смех. Когда люди вот эти говорят, мы хотим вернуться в великую СССР, потому что нас боялись, это бред. Теперь, если мы поковыряемся там где-нибудь в Ютубе, мы найдем старые американские видео, которые говорят, вот, посмотрите на этих сумасшедших русских, которые маршируют по Красной площади с атомными боеголовками. Да, это есть. Почему? Потому что Америка – это демократическая, капиталистическая страна. Просто так бабки на оборонку, потому что президент сказал, никто не выдаст, потому что есть Сенат, потому что есть избиратели, есть кандидаты, есть вся вот эта вот потасовка. И просто так деньги не вытащат. Поэтому нужно было создать хоть какую-то истерию. Но при этом Запад продолжал жить. Запад продолжал развиваться. У людей была нормальная и до сих пор есть нормальная пенсия. Не у всех. У россиян, у СССРовцев нифига нету. Нифига. Только что смотрел очередной репортаж про великую, это самое, советскую общагу. Там, где сталактит, сталагмит из говна вытекает. Вы знаете, что в нормальных странах нет такого понятия, как общежитие? Кроме как для студентов, именно студентов-студентов, которые учатся в университете сейчас, нету такого. Не существует. И даже там общежитие совершенно по другим параметрам. В России люди живут до сих пор в советских общежитиях, которые там им квартиру обещали еще в 50-е годы. Ура, товарищи! Мы зато нас когда-то там боялись. Теперь чего боялись в основном? Это атомного оружия. Не потому, что оно было мощное. Хотя, да, единственная вещь, которую мы умеем, до сих пор у нас сохранились технологии, когда народ вручную, на автокаде, это самое, без всяческих автокадов, смог в 50-е, 60-е, 70-е годы начертить ракеты. Да, это еще сохранилось. Это единственная вещь. Но сейчас мы как бы сливаем драгоценные сплавы, и как бы наши ракеты особо не летают. Это единственная сфера, где мы еще чего-то стоим, и то с трудом. Так вот, все, что, когда нас, когда Запад говорит, что они нас боялись, еще кто-то там намекает, только по одной причине. Потому что мы неадекватные, и даже не люди, мы твари. Потому что, если мы заглянем даже не очень далеко в историю, мы никогда не ценили человеческую жизнь. Это не присуще ни одному существу. Если там звери охотятся ради того, чтобы выжить, мы даже ради этого не охотимся. Посмотреть, ну, на счет, я даже не знаю, что начать. Блокада Ленинграда. Я помню, я был ребенком, меня привели в этот монумент, там, где кольцо, которое прорвали. Мне рассказывали эти басни. Сейчас читаешь информацию. На государственном уровне не знаю точное количество жертв. Какая цена этих всех наград, этих самых памятников? Плюс-минус 400 тысяч. Есть государство меньше, чем это. Причем, если мы посмотрим серьезно, то Ленинград от начала до конца этого всего времени все эти блокады поставлял оружие. То есть, уголь, топливо, железо, там, всяческую руду мы могли в Ленинград привезти, а хавку мы не могли привезти. Да? Ленинград был ловушкой для немцев. Они туда не наступили, даже не приблизились. Ну, пофиг, мы дадим народу помереть. Мы не ценим собственных жизней. Когда Запад смотрит на это, они понимают, ребята, если начнется серьезная война, нам желательно как бы быть готовым к этому. Совершенно адекватное поведение. Возьмите ТОЦкий полигон, ТОЦкий эксперимент. Почитайте. Мы взяли, разрабатывали стратегию нападения, не защиты, нападения. Звездануть куда-то атомной бомбой и напасть на этот город. 50 тысяч солдат мы пропустили через атомный грипп, грубо говоря, да, там пару часов они подождали. Офигенно. 50 тысяч. Ни коров, ни быков, ни овец, ни свиней, даже ни зэков. Здоровых солдат, которые потом в агонии помирали на протяжении многих-многих лет под шерифом секретных. Нельзя было лечить, они не могли сказать, что с ними произошло. Не было технологий тогда. Плюс некоторые из них все-таки дали потомство. И дети, и правнуки, и внуки, и правнуки страдают из-за нашего великого стратега Сталина, который думал, как мы там будем напоминать, нападать на это самое, в целях самообороны. Мы неадекватные твари. Были и остаемся. И сейчас, даже в наше время, мы там не будем говорить далеко про Чечню или про Украину. Уже у нас, Норд-Ост и все остальные такие инциденты. Нету никакой адекватности. Запад нас оберегается правильно. Что он ставит? Он ставит системы безопасности. И мы кричим. Они ставят противоракетные системы около нашей границы. Очень правильно делают. Я бы тоже так делал. Но когда Китай ставит системы нападения около наших границ, мы говорим, ничего. Что это значит? Еще раз. Мы сейчас ничего не можем это самое предъявить. Вообще никому. Кроме как кричать, что мы когда-то были крутыми. И вспоминать, и жить в этой какой-то эйфории, которая тупая. Теперь, что такое страх? Да? Какой плюс, что меня кто-то боится? У меня будет больше еды в холодильнике. Больше денег на счету? Нифига подобного. Люди меня будут остерегаться. Люди при этом будут накапливать силу. Будут строить стратегии, как со мной не пересекаться. Может быть, даже на меня нападут. Да? Значит, что очень важно, что когда мы боимся других людей, мы с ними не будем заключать хороших бизнес-отношений. Это невозможно. По логике, по принципам. Да? На Западе люди договариваются. Евросоюз. Нету границ. Не нужно тратить на пограничников. Все вот это вот бюрократия, визы, шмизы. Народ может пересекать, ездить туда-сюда, работать, торговать. Это повышает. У них евро растет. Теперь, когда у нас был Советский Союз, и он продавал нефть и газ точно так же, мы можем смело предположить, что все эти сделки были, если не проигрышные, то уж с очень низким выигрышем. Потому что, если кто-то у нас что-то соглашался покупать, это должно было быть супервыгодно. Даже сейчас Китай с нами заключил сделку на 30 лет на поставку газа. Проигрышней сделки не может быть. Когда мы продавали газ в Европу по 530 долларов по существующей трубе, кто ездит с дальними фарами, по существующей трубе мы с Китаем договорились на 290 без трубы. Плюс мы это привязали к цене нефти. Нефть с тех пор упала больше, чем в 2 раза. Мы молодцы, мы стратеги. Сделка на 30 лет, скорее всего, мы отдадим всю Сибирь за это, потому что бабла у нас точно нет, чтобы компенсировать нашу некомпетентность. То есть страх на деле ничего не делает. Только дебилы, которым нечем было похвастаться, нечем было насладиться, получали от этого какой-то плюсик. Что у нас осталось последнее на данный момент в нашей нынешней стратегии? Это показывать, какие мы мощные. Мы всегда наращивали панцирь и продолжаем его наращивать. Мы снабжали весь мир, куда мы только могли засунуться своим бездарным оружием. Потом мы еще подогревались другими конфликтами. Что мы делаем сейчас в Сирии? В Сирии мы вбухиваем уже пятый миллиард по официальной информации. По неофициальной мы где-то подшкаливаем к 30. Мы туда послали этот самый Кузнецово 4 самолета. Нахрена? Нахрена вот этот вот корабль загрязнял несколько месяцев воздух. То, что 4 самолета. Их по частям можно было отвезти вручную быстрее и дешевле. При этом они бы не развалились по пути и не попадали в море. Позорнейшей операции не могло быть. За это заплатили сотни миллионов долларов плюс еще потерянные самолеты. А Асад куда-то пропал. его уже кажется 10-й день не могут найти. Ему очень сложно появиться на ютубе и сказать ребята не переживайте все со мной хорошо. И мы продолжаем. И мы вчера промахнулись по туркам нашим стратегическим партнерам. Мы ничего не можем. Мы только можем угрожать как мы это сделали на прошлой неделе. Трамп разговаривает с Путиным вешает трубку говорит нам нужна новая коалиция против ИГИЛ. Значит он с Путиным ни о чем не договорился. Он не сказал у нас есть новая он сказал нам нужна. Это ключевое слово. Как только он это сказал сразу же на Донбассе начались мощные обстрелы. Ребята больше трех лет где-то есть военторг который каким-то левым трактористам дает ракетное оружие. Но это нужно быть не то что дебилом. Я не знаю сколько нужно выпить боярышников чтобы верить что простой тракторист может позволить себе три года покупать неважно где неважно по каким ценам очень серьезное оружие. Те установки которые стреляют в Донбассе нету у палестинцев в секторе газа. Хотя там субсидии которые получают хамасовцы они миллиардные те деньги которые они делают. Это террористическая организация которая существует на секундочку по разным параметрам с 48 года с самого начала. Да? То есть эти супертеррористы не могут получить такого оружия не могут им воспользоваться они делают свои железные косамы из трубы. А здесь какие-то трактористы постоянно находят стратегические ракеты танки гаубицы патроны и все что с этим связано. И что мы слышим от Пескова это то самое Песков говорит мы надеемся что Запад понимает что мы можем договориться по Донбассу. Но нам же все время говорят что в Украине собственный конфликт какого хрена Песков вообще упоминает в разговоре о Трампе и политике Америки договора Украине и не прошло дня Песков надеется что у ополченцев будет достаточно оружия чтобы противостоять законному правительству Дебильней политиков и все что связано не существует но народ который поддерживает еще хуже потому что если люди бредят вот этой мыслью что страх что-то дает то это есть очень очень плохо это есть неизлечимо никакого боярышника не хватит теперь что у нас единственное осталось на нашей стратегии у нас осталось атомное оружие потому что некоторое время назад еще до того как Трамп вошел в силу он сказал ребята разоружайтесь возвращайте Крым и мы снимем санкции кстати он это подтвердил на прошлой неделе на этой неделе в начале и мы что сказали не ни в коем не случае наше атомное оружие это все что у нас есть вообще ничего не можем мы до сих пор стоим на факте что мы ничего не можем предъявить западу кроме наших ракет к очень большому сожалению запад это знает что наши ракеты давным давно заржавели доказательством в интернете вы можете дойти очень очень много и я это беру за доказательство все статьи про атомное оружие российское потому что их никто нормально не оспаривает ты читаешь комментарии некоторые добавляют бросают другие ссылки но конкретно оспаривать как кроме так вы там все врете это я не беру в расчет но самое важное доказательство что российские ракеты давным давно заржавели это тот маленький нюанс что Украина в свое время отказалась от своего атома и она отказалась не потому что она такая щедрая богатая а потому что к тому времени весь этот атом уже был тогда ржавый и те кто были на верхушке они это полностью понимали потому что там было на то время достаточно когибистов и это самое и всех кто с этим связан они знали что это оружие уже к тому времени кроме как миллиардов для поддержки ничего не стоит и они слили и они дали западу напополам с россией это разоружать очень выгодная сделка что мы в свою очередь сделали мы продолжаем кричать что это нас оружие спасет но мы знаем что уже по всему периметру стоят ракеты сейчас мы еще поссорились с батькой и я уже говорил в своих старых видео годика полтора два назад что близок тот день когда белорусы будут планировать в НАТО нынешнее поведение и нынешние тенденции только это доказывает то есть когда уже НАТО будет стоять в Белоруссии ну это вообще будет не смешно помимо того что ну я как бы просто-напросто спекулирую здесь треть ракет скорее всего не вылетит вообще из своих шахт грохнутся там где есть все остальные собьют над самой же России об атомной войне разговора нет единственная надежда что какую-то там атомную подводную лодку не заметят и что-то там еще работает это все что мы можем предъявить западу мы варвар который размахивает ржавой атомной дубинкой и ничего цивилизованного мы не можем предъявить никому в этом мире ничего наши политические аргументы наши стратегические аргументы ничто не работает на западе люди думали причем думали наперед и придумали зеленый доллар все транзакции в мире все транзакции в мире тем или иным способом переходят через доллар 40% всех денежных транзакций это доллар это это постоянная зависимость такой наркоты как доллар не существует вы заплатили рубль 40 копеек из них в долларовом эквиваленте везде и всюду рубль ниже 2% никто ничто если его завтра не станет никто не заметит доллар никто не может заменить и в ближайшие 30 лет не предвидится поэтому ребята начинаем думать думать более прогрессивно не бредить мыслями вот мы когда-то были хорошими а вопрос как мы можем стать хорошими сделать свою жизнь лучше не по сравнению у кого-то там хуже чем у нас а как у нас лучше российские политики на сегодняшний день продолжают обвинять Америку Медведев заявил что после прихода Трампа отношения не наладились а нахрена ему налаживать кто мы такие что мы им можем дать Америка торгует с Россией практически нет мы у них покупаем они у нас кроме ракет ничего не берут и то у них две компании работают чтобы избавиться от нас все мы не игрок мы не человек мы себя не ценим а запад нас не ценит тем более мы проиграли очередную холодную войну стратегическую войну и в ближайшее время нам придется платить по счетам за Крым за Донбасс за ту же самую Сирию осадик не возвращается значит Катар свою трубу построит мы вбахивали продолжаем впахивать туда деньги безвозвратно мы молодцы ребята сказка давным-давно закончилась я поражаюсь что до сих пор есть люди которые настолько тупо верят в прошлое и любят его до сих пор Продолжение следует...